дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами петра марауфи и вы смотрите обзор рынков на канале гирчик он к у нас сегодня будет чисто технический анализ новости разберем позже на другом канале и как обычно начнем с экономического календаря посмотрим что происходит в общем по активам основным индексом фондового рынка пары форекса и криптовалюта основной криптовалюты фире мы тоже разберем газ нефть тоже будут в обзоре так что не пропускать что происходит сегодня на экономическом календаре у нас достаточно много релизов в нем и но ближайшие которые вот сегодня будут они все с америки получать сша германия уже вышла индекс того климата который негативно кстати прогнозы по германии скорее всего будет негативными и это очень сильно будет повлиять на евро просто потому что уровень заражения к видам в германии очень сильно выросла и это может будущем и продолжаться под по другим то есть распространяться по другим европейским странам которые тоже плохо будет для единой валюты по большому счету в америке хотя бы обещали что не будут сделать фактам то есть там как минимум мы уже знаем что окна не будет фондовый рынок америке вроде бы возможно не получит от удара которым говорится об этом говорит еще и крамер и 7 бисе аналитик о том что скорее всего по поводу фондового рынка сша можете особо не переживать и конечно же там еще новость очень интересно по нефти будут сегодня которым разберем на канале картель не пропускать ближайшие релизы базовые заказы на товар длительное пользование в сша не меняется в сша который очень важно на увеличение это хорошо 16 30 по мискам число привычных заявок на получение посудового изработицы уменьшается это хорошо общем то что видность на сегодня для доллара скорее всего позитивно повлияет на курс имейте ввиду что доллар очень сильно импульсивно вырос вчера сегодня течение дня течение американской сессии возможно может немножко укрепляться но в целом он скорее всего будете на какой-то коррекционный разворот относительно импульсу предыдущему это разберем на примере графика точно на графике 1800 миска продажного жилья не меняется запасы серого нефти кстати в сша как и обещали тут дефицит уменьшается то есть по факту это негативный фактор для нефти нефтяных котировок как вы знаете политика байдера последнее время цель того чтобы бороться с экономии энергетическим кризисом заключается в том что он будет высвобождать стратегические запасы нефти об этом попросил японию индию они согласились и многих других стран и это очень плохо будет повлиять на цену нефти но несмотря на это есть те которые позитивные моменты которые скорее всего могут поддержать цену нефти и газа в будущем поэтому вот это все уже аналитика которую мы сегодня оставим на обзор на другом канале если что и их разберем более более уже углубленно и публикация протокола фонг фары сша по факту это все что сегодня волатильность по юсд возможно он может увеличиться несмотря на вчерашнего импульса потому что есть достаточное количество релизов из сша и давайте начнем же самого индекса доллара это вчерашний пульс приблизительно вчерашний вечером начался и сейчас я переведу на дневной таймфрейм чтобы было более-менее понятно то есть вчера сегодня по факту приторможение уже происходит но если вернуться на приторможение роста носи вернуться на 15-минутный график то мы видим некого ложного пробоя максимума и в случае если мы вернемся под 96 50 96.55 то скорее всего дальше нас ждет продолжение спада по доллару в сша обратно корреляция доллара сша с фондовыми индексами сша вы тоже наверное об этом знаете и с нефтяной котировкой то есть обратно корреляция и и нефть и индексы фондово они начали расти снова поэтому в целом по поводу разворота доллара вниз можно по факту уже не сомневаться об этом говорили еще с прошлой неделе чтобы по факту по завершению импульсов которые сейчас есть по итогам завершения импульсов которые происходили в течение прошлой недели скорее всего доллар будут разворачиваться вниз и ситуация которым сейчас наблюдаем по факту немножко намекает на то что есть ложный пробой и вероятно всего мы верим мы будем развернуться то есть товар сша может начинать уже развернуться вниз соответственно это и это говорит о росте снг 500 продолжение роста продолженцу по индексам фондовым и также по нефти который тоже вчера отбилась вверх очень сильно импульсивно начал расти и 80 долларов в общем тоже не за горами тут есть некое снижение амплитуда по нефти на тоже чуть тоже разберем с и 500 и доу джонс в целом для себя 500 лучше всего отталкиваться от поддержки которые есть локальная 4680 4670 и до момента возвращения по этим диапазонам скорее всего можно покупки продлить можно лонги продлить единственное что и особо на если мы протестируем этот диапазон импульсивно если мы будем к нему прибираться с понижением с сниженным со сниженной амплитудой это нехороший сигнал скажу лучше будет тогда об этом это лучше будет о покупок немножко позабыть их откладывать но в целом ситуация смотрится довольно неплохо то есть поддержка сильная 4680 4670 и для доу джонса тут к сожалению по покупкам не очень смотрится и нужно закрепление есть некое поджать и к сопротивлению 35800 но несмотря на всего этого далее за этим сопротивлением очень сильное расхождение волатильности всегда происходило и в целом за сопротивление относительно такая зеркальная отметка который исторически тоже выполняла роль зеркальной отметки поэтому есть и ближайшее время восходящие импульсы какие-либо будут по джонсу лучше о покупках немножко лучше их отложить но имейте ввиду что этими же импульсами восходящими внутри дня можно по факту что-то для себя взять то есть случае если эти импульсы произойдут где-то с 35 800 до 35 там 850 60 это будет признакам последующего разворота но самом если будет укрепление над зеркальная отметка 35800 в будущем то это только будет укреплять вероятности продолжение я вот этого роста после и по джонсу тоже и в целом по фондовому рынку и даже по нефти по отношению к доллару еврофунд и австралийц и новозеландец они все тоже кстати отбивать единственно что евро не очень красиво смотрится фунт более или менее сильно австралийц как обычно менее сильно чем новозеландец новозеландец неплохо смотрится единственно что ему тоже нужно будет укрепляться над 069 20 до момента укрепления этой отметкой скорее всего продолжение консолидации может быть в приоритете и австралийц почему хуже потому что тут и сопротивление которое может не пробиваться вообще то есть 072 31 72 20 вообще не прорываться и и тут есть клин восходящие который и восходящий импульс который протестировал это сопротивление уже по факту который гласит о том что скорее всего тут может быть разворот то есть имеется ввиду продолжение снижения нисходящего движения при этом обращайте внимание на вероятность восходящего импульса то есть все равно если мы даже шортим то диапазон риска лучше брать приблизительно в районе 70 72 40 но 72 30 и по новозеландцу приблизительно ситуация такая же но диапазон риска немножко дальше 069 40 но 69 30 по фунту все что может поддерживать фунт более-менее смотрит была кстати некая конвергенция между минимумами и осилятором которая по факту может еще продлиться то есть может может еще не сработало но может она срабатывать то есть это имеется ввиду какой-то разворот более или менее среднесрочный сигнал о среднесрочном развороте по фунту в целом фунт все равно сильнее потому что это единственная страна которая по факту как точно так же как и навык новой зеландии или же австралия пытаются повысить процентную ставку дальше чем сша или европа поэтому для них в корзине валют по отношению сша подождула сша и евро он может возить сильнее в итоге и единственно что этот момент можно касаться и евро то есть евро он по факту слабо смотрится дан исходящий импульс сильный ретест локальной поддержки но все равно что мы уже ниже этой поддержки находимся и картинка будущем может быть не очень не очень радужной для евро в целом по джи при укреплении над 13370 на 1360 до момента закрепления по этой отметкой скорее всего можем продлить покупки но волатильность очень сильно низкая поэтому лучше отталкиваться при торговле внутри канала от ретеста верхней части или же нижней части золото и защитные активы золото вернулся кстати подать мед под отметку очень важно 1800 долларов которая по факту может быть сигнал продолжение спада в случае если мы тут не столкнемся с приторможением спада то есть если вот здесь вот ниже 1800 и где-то до 1780 мы получим ближайшую консолидацию продолжение такой солидации в этом диапазоне и сформирование больших свечей аномальных свечей с нижними тенями большими в районе 1780 ближайшее время это будет сигнализировать о том что все равно цена будет развернуться пойдет вверх и начнет корректироваться хотя бы до середины предыдущего импульса либо же до отметки 1810 тысяча 1820 будущее то есть главное что мы сейчас уже под зеркальная отметка 1800 то есть про даже по факту в приоритете но есть и продолжится такое такая консолидация и поджатие к этому сопротивлению уже там 1800 уже сопротивлением является и к тому же нисходящее движение будет сильно импульсивным к отметке 1780 по факту вот это время пока все это происходит может дать нам хорошее подтверждение о том что цена там через день через несколько возможно сессии может развернуться и начинать расти снова поэтому на этот факт и тоже обязательно обращайте внимание по поводу серебра ситуации приблизительно такая же он уже показывает разворотную фигуру неудавшегося размаха который приблизительно вот так вот выглядит и аккумуляция энергии тоже есть по поводу конвергенции между осилиятором и ценой пока сожалению ничего не можно сказать поэтому лучше отталкиваться от отметки 2380 если мы пробуем его импульсивно сигнал продолжение спада в будущем если мы укрепимся над ним то скорее всего дальше мы будем подниматься вверх поэтому по отношению золота в отношении защитным активом скорее всего сейчас следует ждать точно также и везде по факту волатильность очень сильно низкая и женьки по факту ждут никого импульсивного движения по итогам которого цена вернется в фазу основную в которую в которую у него есть примеру как показывает доллар франк и скорее всего доллар иена тоже новый доллар франк красиво и показывать вот ложный пробой и импульс который уже произошел возможно что цена по факту вернется скоро в фазу которую в которой он должен находиться ближайшие там несколько дней или в течение недели то есть разворотная такая коррекционный разворот где-то до 0 9320 093 опять же это все среднесрочный анализ поэтому случае если мы конечно закрепимся по доллар франку под 0 9340 подтверждение дальнейшего спада будет доллар иена 115 114 80 в этот диапазон не должны вернуться если возвращаемся в этот диапазон то скорее всего покупки можно откладывать единственно что по где-то в районе нижних границ этого диапазона можно подобрать снова и иметь ввиду что вот этот сильный восходящий импульс не очень хороший сигнал то есть по факту скорее всего здесь нам уже давно намекают на то что цена должна развернуться доллар к иене то есть и 115 05 115 08 сопротивление которое по факту не прорывается и под которым цена застревает относительно такая зеркальная и случае если мы будем дальше под ним особенно исходя из его сильно импульсивного ретеста аномальной свечой то скорее всего дальше нас ждет развор по поводу нефти упоминали что по факту ситуации здесь по нефти его не недавний рост который был никак не связан никак не согласно новостному фону связано с некой аналитик который недавно вышло о том что все равно освобождение стратегических запасов нефти в сша в японии винди это не так уже сильно изменит ситуацию возможно есть поводы и то есть повод этому верить в целом ну как бы есть много очень много факторов которые могут снова вернуть котировки восходящую фазу несмотря на стороне байдена увеличить предложение нефти чтобы каким-то образом подавить этот сильно сильный спрос который есть есть факторы которые могут точно также и плохо повлиять на цены нефти ближайшее время но они навряд ли будут выявляться сильно то есть ситуация китая с тайваном возле китайского моря возле портов китайских где то есть место от который зависит очень сильно спрос нефти случае есть и будет сильное увеличение фонозаряжение ковидом к примеру это тоже плохо повлиять на цену нефти потому что вероятно закрытие этих партов увеличится но пока ни того ни того фактора нет фактор следующий который очень сильно может все-таки привести к тому что станете будет продолжать расти это просто тот фактор что ну возможно освобождение вот этих запасов нефти не так уже сильно сможет помочь ситуация которая есть на рынках и не так уже сильно может поддавить этот спрос об этом еще говорил министр энергетики и саудовской аравии если я не ошибаюсь не приблизительно неделю назад о том что можете не переживать америка со своей политикой не сможет особо повлиять на рынке то есть не есть вот такой вот пессимизм по отношению всем этим старанием которые сейчас происходят с одной стороны цель того чтобы снизить цены снизить цену на нефть и нужно по факту дальше посмотреть что по новостям будет что по по этой политике что по этой политике в сша среди того чтобы увеличить запасами в целом технически картинка смотрится тоже не в пользу быков причем потому что зеркальная отметка тестируется 80 долларов недалеко отметка тоже психологическая 79 тоже недалеко то есть по факту цена может будущем 79 протестировать и снова вернуться в фазу нисходящих очень сильно импульсивный рост который намекает на то что ретест ближайшего уровня может завершиться разворотом и продолжением спад поэтому пока мы не укрепимся над хотя бы 78 78 там 50 или 60 это продолжение роста невозможно амплитуда очень сильно начало снижаться на 15 минут на время тут вообще присутствует сигнал разворота короткосрочного как минимум то есть здесь дивергенция между максимумами и линии осилляторы ари сай который нам когда то что цена может в короткосрочного как минимум вернут развернуться и ну конечно же сформирование восходящего клина в районе локального сопротивления что тоже намекает на вероятность разорвать поэтому в случае на всех этих моментов лучше случае если вы конечно сегодня что-то ждете да скорее всего это движение будет нисходящий доллар к канадцу пока под давлением поскольку цен на нефть выросли но и сам доллар тоже не особо растет поэтому тут дальнейшее продолжение консолидации более вероятно почему потому что опять же нефть это доллар канады нефть очень трудностей это поддерживает доллар канада а спад нефти поддерживает по факту доллар сша поскольку спад нефти влияет на инфляцию вот и таким образом случае если оба они будут особо расти ближайшее время не доллар не никто консолидации здесь будут продолжаться а вероятность того что мы тут тоже наблюдаем за вере за каким-то средне за среднесрочным разворотом присутствует то есть дождитесь пока вот это расхождение волатильности сильное импульсивное вот поведение цены в районе вот этого сопротивления 127 127 40 закончится а затем уже скорее всего цена может вернуться под 128 снова и продолжайте снижение случае если будет возвращение по этой отметку то скорее всего у нас разворот на рынках для доллара произойдет мы к концу года ждем обновление роста фондовых индексов о чем говорят многие аналитики поэтому есть такая вот слепая вера в том что доллар может развиваться вниз и соответственно из-за вот продолжение роста фондовых индексов вот то есть по факту вот все что опять же говорится здесь по технике каким-то образом поддерживается каким-то там аналитическим новостным фоном bitcoin и эфириум 57 тысяч тестируется еще по биткоину и от 4200 таки получили отбой вверх но довериться ли этому мне кажется что не пока мы не укрепимся над 4400 хотя бы думаю в принципе нету нету повода сильно верить продолжение роста по фильмы особенно исходя из того что тут зеркальная отметка 4400 недалеко соответственно нам для продления покупок нужно укрепление на это на этой отметкой а если исходя из канала судить то мы по факту сейчас вверху этого канала мы сейчас перекупленности находимся и так и отметка зеркальная то есть нужно его нужно не его ложный пробой именно укрепление над ним ложного пробой тоже может произойти все для того что просто развести покупатели которые думают что вот-вот-вот здесь могут зайти уже поэтому на это обращать внимание ситуация не очень по-бычьему смотрится не по эфириуму не по биткоину продолжение снижения более вероятные сильное снижение амплитуда по биткоину тоже намекает на вероятность продолжения спада единственное что очень хорошо смотрится эти тени на 4 сон то время то есть трех тройное дно такой есть здесь но опять же по итогам укреплений над 5 пятьдесят семь тысяч можно будет уверенно говорить о дальнейшем дальнейшем росте пока пиздесят семь тысяч тестируются и есть вероятность даже снижение до 55-53 поэтому по биткоину тоже скорее всего можете пока подождать есть вероятнее всего есть более лучшие глубины по итогам интереса которого вы можете снова вернуться в рынок в качестве покупателя друзья спасибо что посмотрели сегодняшний обсудимую программу не забудьте у нас у нас есть новая акция в целом связано с черной пятницей и на главном сайте в комментарии под этим видео вы тоже можете найти по поводу так это акции информация можете найти по поводу акции по некоторым нашим инструментом которые у нас вам представляется в определенных таких пакетах lightbox вот и дальше идет по нарастающему то есть есть разные инструменты для торговли там есть разные курсы от наших монолитиков наших трейдеров них в каждом и интересные вещи которые вы тоже там скорее всего для себя найдете и они у нас со скидкой сейчас есть и предлагается вам на главном сайте можете их проверить посмотреть пройтись по ними и и случае если заинтересует обязательно не забудьте приобретать потому что они вам скорее всего помогут для того чтобы каким-то образом возможно возобновить торговую систему в случае если это вам нужно не забудьте подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик в том числе чтобы быть в курсе какие у нас эфиры выходят с нашими трейдерами с александром холочем гельщикам сергей заводками также с виктором киевом у нас бывают эфиры которых тоже не следует пропускать поэтому обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик спасибо что посмотрели до следующего эфира всем хорошей торговли пока пока